Привет, ребят. Я, в общем, сейчас, знаете, приехала вообще купить там коробки, пленку для переезда в Леруа. И почему я решила в Леруа сама поехать? Я давно вам обещала снять видео по перекраске мебели. На самом деле много людей мне пишет с таким вопросом, перекраска мебели. Но у меня в мастерской, во-первых, несколько разных предметов мебели, такой старой, я нашла еще шкаф из ЛТСП. Здравствуйте, я сейчас к вам подойду, на меня смотрят. Вот, в общем, несколько шкафов, и в том числе я просто подумала, какая больше всего популярна мебель. Например, мы когда делали мебельное производство, мы делали из массива, и, соответственно, красили ее или маслом, или мебельная акриловая краска, ну там по технологии. Но это же было не перекрашивание, не покрытие на старый слой. Поэтому я подумала, что, во-первых, то есть мебель какая стоит дома в интерьере, или это ЛДСП, это такой искусственный материал, или это МДФ, например, шпанированный, или это даже мебель из массива, но, тем не менее, она уже обработана и защищена каким-то лаком. Вот я подумала, что когда она уже обработана и защищена каким-то лаком, у меня есть представление, как ее перекрасить. Ее, во-первых, нужно отшкурить, то есть нужно создать шершавую поверхность, чтобы краска за что-то смогла зацепиться, закрепиться. Отшкурить это пошлифовать. Сейчас мы пойдем с вами в мастерскую, я вам могу показать, как это можно сделать. Вот, кстати, вот мы сейчас в Леруа, или вы можете купить вот эти вот шкурки, сейчас я вам покажу, какие. Потому что для меня это все обычно, а для вас, может быть, необычно. И вот я подумала, как раз я еду в Леруа и спрошу у продавцов, вот как, если бы я вообще не была бы в теме, если бы я не была бы в курсе, но захотела бы что-то перекрасить, как бы я действовала? Я бы поехала в магазин и болтала бы с продавцами, и все бы у них узнала. В общем, я сейчас так и предлагаю сделать. Пойдемте и посоветуемся. Если бы мы перекрашивали мебель, что сделать? Здравствуйте, вот я к вам пришла. Это просто для блога. Вопрос такой. Я хочу, если перекрасить мебель. У вас какой-нибудь грунт есть мебельный или что-то такое? А криловый грунт просто. А можете показать? То есть, вот, например, если мебель там из ЛДСП или МДФ шпанированной, да? Просто нужно чуть-чуть, наверное, пошкурить, снять. А снова краски вы хотите какую-нибудь? Чтобы растворитель была? Нет, не вонючую. То есть, акриловую, чтобы безвредная была. То есть, так, чтобы можно было, например, дома перекрасить. Есть такой вариант. Есть еще. Вот по металлу, но на дерево тоже важно. И вот он, например, не вонючий, да? Она без запаха, акриловый, да. Вот вариант еще. Вот такой. И вот такой вариант. То есть, например, ЛДСП поверхность чуть-чуть снять, подшкурить. Акрыть грунтом и акриловый красок. Грунтом. И потом акриловый красок. А еще вопрос. А если без грунта, если пошкурить и попробовать просто слой акриловый? Ну, или даже... Все, я поняла. Так, и тут... Вот этот без запаха дешевый, который... Вот второй вариант. Вот третий вариант. Вот так. Белый. Все, и вы какой бы посоветовались? Наверное, который подороже? Хорошо. Честно, они вся акриловая неизвестрают. О, все лягут. Все, я поняла. Спасибо вам большое. Просто, если бы я делала просто... Вот сейчас снимала бы видео, я не буду грунт покупать, потому что я... Как, если бы и перекрашивала, то только для мастерской. Ну, например, что-то. И чтобы вам показать. Вот пример, как бы я перекрасила это. Но если я делаю домой, и мне нужно, чтобы это служило долго, то, конечно, я бы купила грунт и сделала бы все по технологии. Ну, просто для примера, не буду пока покупать. Пойдемте еще я вам покажу шкурки. А, кстати, вот давайте спросим еще, какой акриловой краской можно перекрасить. Ребят, а можно вот вы пока тут стоите? А какая вот... Вот, например, я загрунтовала поверхность, да, сошлифовала, загрунтовала мебель, стол. И краску мебельную. Это какую можно купить? Стол где? Ну, вот там, например, какое? Не обеденный, обеденный, наверное, сильно хорошее покрытие нужно, защитное, да? Лак нужен какой-нибудь хороший для обеденной. Все, что много в использовании, там трется, физическое такое воздействие, нужен хороший акриловый лак защитный, да? Ну, предположим, не стол, а тумба какая-нибудь в спальне. Вот просто, можете показать, если нетрудно? Так. А вот эти, кстати, это вот типа... А, типа, ну что такое? Типа постоянно говорю. Вот это, знаете, шпаклевка, это мы тоже когда-то брали, когда на массиве дерева были сколы, мы брали и просто, как бы, по цвету можно замазать эти сколы. Вот, например, в белый, конечно, в светлый, в самый трудный. Вы мне хотели показать, пойдемте посмотрим. Извините, сейчас мне покажут. Вот полиэтиленовый, обычный, да? Так, сейчас посмотрим. Вот это, это как раз можно для мебели. Универсальная акриловая эмаль, для внутренних и наружных правов. И, соответственно, вот цвета. Я могу у вас в каталоге выбрать цвет, да? И любая вот акриловая эмаль универсальная заколировать и просто, наверное, в один-два слоя. А потом лак, каким лаком покрыть? Никаким. Никаким? Это финишное покрытие. А, это финишное покрытие. А если обеденный стол? Если обеденный стол, то у нас есть специальные лаки для столешницы. А покажите, пожалуйста. Вот, все супер. Ну, вот, например, 848. Это если для столешницы, он супер прочный. И его, например, сверху на это покрытие, да? Ну, вот, на акриловое. Нет? А это химическое? Если вы делаете просто мебель, тумбу, табуретки, стуи и так далее, то это акриловая эмаль. Да. И все, сверху больше ничего не нужно. Если вы делаете обеденный стол, то вы сначала пропитываете каким-нибудь цветом. Не, я имею в виду, если я хочу тоже перекрасить. У меня именно видео я снимаю о перекраске. То есть, если я хочу, да, старого. Снимаете старое покрытие, выкрасится лаком. А цвет, если поменять? Если цвет поменять, то пропитываете цветом. То есть, нужно просто вот этой фирмы пропитать или что это? Или это... Сначала придать цвет старому, ну, дереву, грубо говоря, столу покрытием, типа маринка, пропитка, цветное. А если это из ЛДСП, я его чуть-чуть отшкурила, ну, предположим, потом покрыла. Это у вас краска для мейби. Да. Ну, или там МДФ шпанированный. Вот это, эта пропитка, это морилка тоже на водной основе, да? Ну, по факту вам тогда нужно просто обычная акриловая эмаль. Так же. Если это лаки уже... Это для массива, для натурального дерева. Это не то, да. Все, я вас поняла. Ну, а если защитить все-таки акриловый лак, есть какой-нибудь? Как дополнительный лак, это акриловая эмаль. Я поняла. Но если мы говорим все-таки про столешницу, вот я покрыла, и я ее хочу как бы укрепить, чтобы... Есть же наверняка какой-то просто акриловый лак? Для столешницы у нас только один лак. А если не слово столешница? Просто акриловый лак. По факту вот эта эмаль уже прочная. То есть она идет и на металл. Поняла. Все, хорошо. Ладно, спасибо вам большое. Вот. Молодой человек подсказал. То есть это он говорит именно про массив дерева, но мы-то с вами говорим про все поверхности. И, кстати говоря, вот морилка и вот эти все масла, они, в общем, отличаются по разным свойствам, по-разному впитываются. Но по факту вам можно даже купить акриловую краску, то мы можем сегодня попробовать. И даже если у вас натуральный массив... Кстати, такой вопрос. Вы знаете, что такое? Натуральный массив и разные поверхности. Мне когда-то на ютубе, я снимала такое одно, когда еще мебелью занималась, очень смешное видео. Я пошла записывать... А, чтобы сделать видео, я пошла в мак. Говорю, сделайте мне макияж для видео. И там просто такой ржач. Мне такой макияж сделали. Это были... Знаете, сейчас я вам покажу. Так, извините. Это были... Ой, все скатывается. Просто вот такие вот черные глаза. Такая роковая жрица любви. Стоит просто в столярной мастерской. Если сейчас найду, буду, когда выкладывать, найду это видео, прикладываю ссылку ниже, может быть. Это просто вот чисто поржать, насколько я была раньше другой, закрытый, закомплексованный. И могла видео снимать только с роковыми глазами и жрицей любви. Ладно, мы отвлеклись. В общем, я хотела вам... Там я в этом видео просто рассказывала про разные типы дерева. Но сейчас, я думаю, я приду в мастерскую и запишу это снова, краткую информацию. Просто в чем суть? Акрил, вот вы, например, купили банку, вы даже можете акрил сделать до состояния водички. И если у вас натуральное дерево, вот это до состояния водички, это будет просто оттеночный такой, как морилка. То есть, если вы не захотите закрывать фактуру дерева. А, что я хотела еще сказать. Вот смотрите, парень сказал, что значит, вы покрыли, да? Ну, потому что я знаю, что, например, столы и столешницы часто перекрывают. Поэтому у меня возник такой вопрос. Вы, например, изменили цвет, да? Освежили. Но вот это конкретно сейчас в Leroy Merlin нет акрилового лака. Какого-то тоже не обязательно мебельная. Она называется интерьерная. То есть, это можно купить в другом месте. Сто процентов есть. Потому что я покупала много раз. То есть, есть там разные фирмы. Финские, всякие русские. В общем, вы просто можете в интернете забить акриловый лак интерьерный и выбрать себе. И можете отзывы почитать. И сверху, если на столешницу. Или просто хотите закрепить мебель. Там есть тоже глянец, полуглянец, матовый. Вот. То есть, например, ну, что-то такое мебель у меня сейчас есть. Краска. Поэтому я иду сейчас в мастерскую и вам буду просто показывать. Все. Не буду затягивать. Увидимся в мастерской. Вот еще такой вот есть для дерева специально. Грунт акриловый для дерева. Подешевле, кстати. Вопрос такой. Он дешевый, он значит плохой? Нет, почему. Просто цена такая. А так тоже по дереву. Понятно. По металлу он также идет по дереву, по бетону. А это чисто вот по дереву. Да, спасибо вам. Такое еще. Да. В самом деле, вот я честно по своим наблюдениям могу сказать, что может быть это я, знаете, не такой скрупулезный, а я вообще, можно сказать, не скрупулезный человек. Никакой разницы, вот когда я себе там что-то покупала, не замечала между дешевым и дорогим. Но это опять же, вот есть люди, которые там свойства сравнивают. Вот, в общем, очень так относятся. А я вот, в общем, к таким не отношусь и поэтому разницы не видела. Смотрите, ну вот мы в отделе этих шкурок. И вот смотрите, значит, есть вот такие вот 80 нот. Чем меньше, тем они грубее, тем больше царапин останется. И чем мельче, то есть, вот есть 120, она уже помельче. Есть вообще, видите, для шлифовки вот такие тысяча листы. Вот 800, вы можете рукой потрогать. В общем, вот эти, они оставят сильные царапины. Эти царапины даже потом будет трудно убрать краской сверху. Я бы, наверное, взяла 180. Мне так кажется. У меня в мастерской есть такие. 180 или, может быть, 120. Чуть погрубее. И, может быть, сначала 120 более грубым убрать слой защитного лака или краски. Потом вот такие. Ну, в общем, вот, например, да, какие тут еще бывают. Тысяча нам не подходит. 240 вот можно. То есть, можно взять там 120 листик. Сами видите, 38 рублей. Мне кажется, могут все себе позволить. Вот такой. И там еще 220. Несколько. Можно уже посмотреть, как будет вести себя мебель. И в зависимости от этого выбрать себе жесткость. То есть, набрать себе несколько таких ассортимент. Кстати, есть еще вот такие вот круглые. Ну, это для шлифмашинок. Они дороже. Эти можно тоже на кусочки порвать. Но так дешевле выйдет. А еще есть губки, кстати говоря. Губками намного удобнее. Они дороже. Сейчас я вам покажу. Но ими вот в руке держать намного приятнее. Вот такие вот. Вот они, смотрите. Вот такие губки. Вот они по 66 рублей. Я, в общем, взяла бы вот такие. Потому что, на самом деле, когда большой объект отшлифовываешь, вот эта грубая какая-то. Видите, какая зернистая. В общем, когда большой объект отшлифовываешь, то лучше губка намного удобнее. Вот такие вот. Спасибо. Продолжение следует...